Друзья, всем привет! С вами Георгий, канал коллекции редких суккулентов Раритет. И сегодня мы поговорим с вами о пестролистных суккулентах. Какие бывают пестролистные суккуленты, чем они отличаются от просто цветных суккулентов. Я вам покажу, как всегда, примеры, красивые растения. И начнем мы с вами разговор о пестролистных суккулентах с хавортией. Хавортии, которые такие самые популярные, цветные, можно встретить. Это хавортия цимбиформис или ладьевидная, вот такая у меня. Это растение очень простое, но на нем очень хорошо видно особенность пестролистных растений. Вообще, что такое пестролистные растения? Пестролистные растения – это не только растение, которое имеет цвет какого-то листика, типа пестрый. Но чаще всего под этим подразумевают дефект в хлорофиле, в наличии хлорофилла. Но я не очень академично вам расскажу, просто простыми словами. То есть, когда у растения, обычно оно зеленое в норме, а вот у этого растения большая часть ткани, она такая, получается, желтая, белая. То есть, бывает желтая пестролистность, белая пестролистность или вариегатность называют. Когда пишут название растений, пишут там хавортия цимбиформис, это название рода хавортия, вида цимбиформис, ладьевидная. И пишут слово вариегат. Вариегат – это значит цветной. Может писаться yellow вариегат, если это желтая пестролистность, может писаться white вариегат, если это белая ткань. Собственно, вот растения эти, они бывают с преобладанием белой ткани, бывают с преобладанием зеленой ткани, разная степень бывает этой вариегатности, пестроты. Вот я специально показываю растения, сейчас в оранжерее жарко, оно стрессует, и видна некая особенность пестролистных растений, что если детка, в которой мало хлорофила, она погибает. Вот вы видите, вот какие-то вообще умерли, вот эти начали засыхать. Здесь совершенно нету, видно, что в них полосочек даже хлорофила зеленых. И такие детки, конечно, жить не будут, они погибают. Но здесь есть как бы два типа пестролистных растений, да, у которых эта пестролистность плавает в зависимости от одной детки, от растения. То есть растение может реверсировать так называемый, то есть оно позеленеет совершенно, да, утратить эту цветную составляющую, потому что по факту для растения, для выживания, ему эта пестролистность мешает. Ему нужно больше зеленых хлоропластов, да, чтобы фотосинтезировать, хорошо питаться и расти более активно, вытесняя, так сказать, ну, конкурентов. Если мы смотрим, да, рассматриваем растения, это как выживание биологического вида. А пестролистность – это, по сути, уродцы, по сути, растения такие мутанты бывают, да, или в зависимости, посмотря от чего появилась вообще эта пестролистность, этот дефект хлоропластов пошел, вот, и закрепляется он генетически, не всегда закрепляется генетически. Бывают такие дефекты, связанные с вирусами, когда там, например, термолобильная врегатность, да, когда, например, когда жарко, вирусы размножаются в ткани растения, бывает, и вот у меня агавы такие есть, и агавы становятся прям вообще желтые, то есть не желтые, четкие полоски прям. А холод, когда наступает там зима более прохладно, в оранжерее там градусов 15, она вся зеленеет, и как будто бы обычная. Есть и ониум киви, у которого тоже такая пестролистность, она плавает, то есть летом он прям яркий, оранжевый, аж горит, под рукой вот нету показать, но у меня он есть, и вы многие наверняка его знаете, растение такое распространенное, вот, он летом такой яркий, а когда холодно, получается, он зеленеет, вот. И вот что тоже важно, что детки у таких растений, да, я показал, пестролистных бывает, вылезает она прям совершенно желтая, а бывает зелененьким, и, конечно, вот размножают те, которые зелененьким, потому что нужно, что растению для жизни хоть что-то. Но бывает и другой тип пестролистности, когда, вот на примере этой эхиверии, да, здесь видно, что полоски четко в центре листьев, да, никакая пестролистность не плавает, то есть ни один лист не более там пестрый, с меньшим количеством зеленой ткани, другой, меньше, здесь все четко, одинаково, это, если я не ошибаюсь, называется химерность, химерные пестролистные растения, то есть это закреплено у нее более сильно, чем у вот предыдущего растения, которое я показал, да, это бывает такая, ну вот как у агав, например, я не знаю тоже подробностей, да, связано там это с ДНК у них как-то, или с развитием, ну, хлоропластов, но бывает, вот, например, сорта агав, у которых четко середина листа, да, маргинатная форма, так называемая, этой пестролистности, она вот белая, там, желтая, в зависимости от сорта, и вот любая детка, которую эта агава дает, любую сажаешь, и она получается абсолютной копией по пестроте вот материнского растения, то есть вот любую деточку отрываешь, и видно, что у нее белая серединка, а бывают такие агавы, у которых плавает тоже этот признак, то есть пестролистности бывает сорта, которой детка одна выросла, она более желтая, выросла другая более зеленая, она потеряла вдруг почему-то пестроту, а другая стала наоборот вся желтая, то есть и может тоже погибнуть, поэтому пестролистные растения, они, грубо говоря, так и стоят дорого, да, на порядке дороже, чем их зеленые собрать, и вот эта агава там, она стоит, ну, обычная зеленая, она ничего не стоит, да, там, 200 рублей, а вот такая уже будет стоить, там, полторы тысячи, например, детка от нее, или дороже, то есть порядок цен, он такой, примерно, по всем пестролистным растениям, и чем более редкое растение, чем более редкий вообще вид растения, и он еще пестролистный, то там цены уже идут, там, на тысячи долларов, то есть и больше, там, десятки тысяч долларов, по-разному, то есть смотря, какое растение, какой сорт растения, это уже может быть по-всякому, но и понятно, что приобретая такое растение, ты не имеешь никакой гарантии, да, что оно у тебя будет хорошо жить, что ему будет хорошо, что вообще будет с ним все в порядке. Поэтому новичкам пестролистные формы можно брать, которые вот, ну, те химерные, да, вот те же агавы, которые точно будут пестролистные, и ничего не изменится, то есть вы, ну, ничего не потеряете, в принципе, такие растения у них вот, ну, как, преобладает зеленая ткань все равно, и они растут достаточно хорошо, ну, без всяких проблем. Вот эта агавина, ну, года два, может быть, из маленькой деточки, вот, которая, типа, как тут торчит. Очень прикольные растения, вот это миниатюрные еще агавы, чего я большую, конечно, не потащу сюда показывать вам, но вот маленькую очень даже можно. Жара сегодня, вот жри, вот. Так, что, с чем еще сравнить? А, вот я говорил, термолобильные формы, вот я притащил сюда алоэ, да, вот это алоэ юкунда, ну, кто знает там алоэ юкунда, кто не знает, посмотрите в гугле, оно обычно зеленое, да, вот это вот такая пестролистная форма его, вы видите, это не ожог, оно такое прям золотое, летом становится, покажу поближе. Вот такое очень прикольное, потому что, вот, опять же, когда тепло становится, да, может сказать, жарко, и оно у меня на солнце стоит, вот в гравии растет, видите, там корней полно, растение, соответственно, не дегидратировано, я его не засушу, ничего с ним не делаю, то есть, чтобы получить такой окрас, а это именно вот пестролистная форма, я его покупал очень дорого, это алоэ, и видно, что вот, если снизу посмотреть, там полоски прям видно, не знаю, будет видно на видео или нет, но вот постарайтесь, что сверху, прямо на листе видно полоску вот этой пестроты, что оно как бы сверху, а снизу, где похолоднее все-таки оно, ну, зеленые листья, то есть, сверху они получаются такие пестрые. Вот это тоже, то есть, нагревается лист сильнее сверху, получается солнце, да, и пестрота остается, получается, сверху, вот так вот, термолобильная тоже такая форма, ну, кто-то с вирусом светлся, я тоже вот подробностей не знаю, вам рассказываю чисто вообще свое понимание, да, Как я понимаю, эту пестролистность есть хорошие статьи в интернете, научные. Можно тоже поискать, что такое пестролистность, варегатность, в принципе, многих интересуется. Но вот применительно к циккулентам я вам показываю, да, какие у меня есть растения, ну, так, хотя бы что-то. Понятно, что у меня их много разных, и все не покажешь. Ну, и рассказываю, вот какие особенности бывают у них, то есть, с размножением связаны, то есть, что, как. Поэтому сами делайте выводы. Следующее, что покажу. Ну, покажу вот еще одну ичеверию. Вот предыдущую показывал, да, вот такую, у нее стабильная форма пестролистности. То есть, она вот будет большой расти и будет сохранять такой вот красивый цвет. Но это очень дорогой сорт. Такие стабильные сорта вообще суккулентов, они очень-очень дорогие. Потому что, ну, вы точно покупаете и знаете, что у вас это будет красивое, клевое растение. А вот этот сорт, например, да, ну, сейчас становится популярным, там называется этот черный принц пестролистный. Вот, это растение, оно более дешевый сорт, но и пестролистность у него плавает. То есть, вот это конкретно хороший экземплярчик, да, у которого, так видно, желтеньких полосочек много и прочее. Но этот экземпляр может легко взять и потерять, например, абсолютно все желтое и стать зеленым. У меня есть большой капустой, который вырос, покупал я такой же прикольный, но он весь стал зеленым. Обычный черный принц. Поэтому, где мои 150 долларов, что, как говорится. Но это риск, на который коллекционеры идут. Можно, опять же, надеяться, что в будущем у меня вот были, например, растения, да, те же гастери, но мы до них дойдем позже, которые были зеленые-зеленые. Но я сиял семена с пестролистных форм, и они вдруг, хоп, начали выдавать желтые полоски, и потом желтых деток. То есть, если я сейчас вижу на семенцах желтые полоски на гастериях, я их не выкидываю, там никуда не деваю, не продаю. Оставляю, да, для того, чтобы в будущем они, если дадут пестролистных деток, то, конечно, я выиграю сразу. Я получу классные растения, не только там с жирным листом, потому что я веду определенную селекцию гастерий там, и вывожу очень прикольные широколистные, жирные такие сорта с толстым листом, мне они очень нравятся. Но еще они будут и пестролистные, то есть, это очень классно. Ну вот, например, с этой ичевери особо ничего так не сделаешь, да, потому что, ну, тут наобум только удача, на самом деле, ваша. Оно может пожелтеть и погибнуть полностью, может быть, позеленеет, да, и тоже, ну, не будет такой клевый. Но вот с пестролистными формами многими, да, вот всегда такой есть риск, поэтому их фоткаешь, когда они красивые, грубо говоря, а там уж рассчитываешь, что у тебя все будет с ними хорошо. Но, конечно, можно их просто, чтобы себя обезопасить, да, как-то держать несколько таких растений. Но у меня вот таких, не знаю, там штук пять есть в коллекции в загашнике, чтобы если у меня там одна позеленеет, другая пожелтеет, чтобы у меня что-то красивое постоянно было. Что еще с ними, то есть проблема, да, вот я показал себе форму с хаворти, она там кучу деток дает, но это, понятно, ширпотребный вид, на котором просто хорошо пример показать, что бывает, да, какие детки дает пестролистная форма и что они там некоторые не приживаются. Вот здесь эту ичеверию можно также размножить, только отрезая ей макушку. То есть можно получить пестролистные детки с вероятностью больше, отрезав ей макушку, переукоренив, и пенек дает туда часть зеленых деток, часть желтых деток, потому что если ее укоренять листьями, то есть листья с нее также прекрасно там отрываешь, кидаешь, из них растают дети, но лист не дурак, и растение не глупая, да, природа. Она хочет жить стабильно, хочет жить хорошо, быть здоровой, жирной, поэтому ей вся эта пестролистность вообще нафиг не нужна. Ей нужно быть зеленой, ей нужно быть максимально жирной, максимально быстро расти и хорошо фотосинтезировать. Поэтому из листьев вырастает вообще все зеленое. Вот у меня их, я не знаю, я там штук 30 листьев нарвал, еще посадил, да, сейчас вот это такие лошади, ну все эти лошади, и не пахнет никакой там ничем желтым, они детки, либо она давала желтые детки полностью, и они там вообще сразу все погибли, потому что без хлорофилла детка не будет развиваться, да, только пока там листы ее кормят, а основной материнский, где хоть какая-то полосочка есть, оно нормально растет. Но потом детка вся желтая абсолютно, и она все равно со временем гикнется. Вот то же самое, а зеленые зато детки, конечно, они прут очень сильно, и если на одном листе лист дает там и желтые детки, и зеленые, зеленые вытесняют желтые, я пытался даже зеленые отрывать, чтобы желтым дать силу, но я говорю, вот у меня из листьев нифига нормального не выросло, хотя я видел, корейцы размножают, и у них из пестролистных листьев вырастает часть какая-то, но потому что они не будут фоткать там, не знаю, 100 растений зеленых, которые из этих листьев выросли, да, и одно там всего вот это пестролистное. Ну, то есть, поэтому и цены, и это растение, они пестролистные не становятся ширпотребом, да, они все равно стоят приличных денег, то есть, там, на те же там 150 долларов зеленых можно купить себе, не знаю, там, вагон, а сейчас тем более с нашим курсом прекрасно, да, а вот это растение только одно, и то вы будете иметь риск, что, ну, во-первых, адаптация, как оно там приедет с Азии, да, и что там, оно сдохнет, не сдохнет, в общем, риск большой, там, в коробке еще при пересылке оно гикнется, а здесь его разводить все равно долго, дорого, и поэтому эти растения, они, ну, все равно дешевых их никогда не будет. Вот так, может быть, конечно, мы ждем рассчитанных наших голландцев, что они нас завалят прекрасными растениями, но вряд ли, конечно, это будет в ближайшее будущее, потому что там идет все на скорость, на по доллару, не знаю, по полдоллара, по центу все эти растения за копейки миллионами выгоняются, и тогда, конечно, прикольно. Так, следующее у нас что? У нас, я вам покажу сейчас реверсную варегатность, то есть бывают такие растения, у которых преобладает белая ткань, ну, или вот бесхлорофильная ткань над желтой. Так, что я покажу? Сначала простую покажу. Это гибрид Хаворти цимбиформис. Вот вы видите, какой он? Он такой желтовато-зеленый, желтовато-зеленый, но он такой круглый год. То есть видно, что там полоски зеленые, они не четко видны, их как бы и нет, да, то есть клетки с хлорофилом и клетки без хлорофила, они рассредоточены в ткани растения, рассредоточены по всем листям, ну, более-менее равномерно. Это макушка, пенечек дает деток, хотя здесь вон детки полезли вдруг, и что-то у меня очень хорошо, видимо, надо удобрением поменьше насыпать. Ну вот, это называется реверсная варегатность. Реверсная варегатность – это когда преобладает именно бесхлорофильная ткань, то есть растение выглядит вообще такое все желтеньким, либо беленьким. И это очень прикольно, это особенно ценится коллекционерами. И эти растения стоят особенно гигантских денег, особенно если речь идет, например, о какой-нибудь трункате. Вот эти трункаты реверсные, да, они, видите, ну, что-то плохо фокусируются, вот так, может, лучше будет. Вот, видите, растение, оно с виду вообще оранжевое, вообще такое желтое, вообще практически не видно хлорофила. Но если присмотреться, видите, тут полосочки все равно, они видны, они есть как бы на листике вот здесь. Вот у детки у этой совсем ничего нету, и эта тоже лезет в желтое, хотя, может быть, и повезет, и удастся, там, она даст какую-нибудь нормальную детку. Почему, почему они стоят бешеных денег? Потому что, вы видите, не размножите их деткам ни хрена. Если листьями размножать, опять же, эти листья погибают. Это растение, в принципе, очень нежное, они легко обожгутся, да, вот у меня вот это все, кошмар весь, это натянут грязные тряпки для того, чтобы растения не сгорели, для того, чтобы все это защитить, и все это, чтобы росло и жило. Поэтому новичкам это вообще нафиг не надо, ну, вряд ли кто-то будет здравым, мне там покупать такие растения себе, да, не овладев какими-то навыками, уже нормальным, продвинутым надо быть. Это топовое из хаворти и вообще из суккулентов, что можно, в принципе, растить. Вот это просто еще клон, ну, трункат, вы знаете, бывают маленькие, да, вот это маленькое, а бывают они здоровые, как кабачки вообще, то есть там 15 сантиметров розетка шириной. И если вот такое, самое крупное растение, да, они сейчас самые дорогие идут сейчас, как клоны и варианты, но если она еще и реверсная, то есть я такое видел, да, в Японии, это просто, ну, нереально. Можно квартиру продавать смело, покупать себе детку 4 листа, вот, в общем, вот так. Но если вы завладеете таким растением, конечно, это шикарно, то есть у вас коллекция, и у вас вот такие вот жемчужины присутствуют, то есть реально классные растения. Но на них вообще не дышать, не знаю, не чихать, ничего, ходить, беречь от сквозняков, от всего, но тут главное их не залюбить, о чем я рассказал в видео про ошибки новичков. Так, вот это у меня еще что приготовлено, вот это реверсная ритуза, она попроще, ну, видите, тоже клевая, да, ритузы, они, в принципе, размножаются легче, вид попроще, она, конечно, не трунката, но выглядит тоже офигенно, выглядит так, как конфета. Многие на фотках у нас в группе, там, ВКонтакте, хотят их съесть, облезать, ну, в общем, у меня тоже, я их целую, бывает, да, у меня пигмея тут появилась реверсная, очень крутая, хотел ее много лет, не знаю, в России еще кого есть, нету, надеюсь, есть, что, если что, мы поделимся, напишите мне ВКонтакте, если у вас есть реверсная пигмея, мы будем дружиться, вот. Ну, вот ритуза, видите, там у нее видно все-таки какие-то зеленые полосочки есть, то есть вот, ну, тоже реверсные преобладают, у нее бесклорофильная ткань. Такие растения, конечно, я притеняю, стараюсь получше, потому что им на солнце даже вот рассеянный свет, они плохо себя все равно летом чувствуют, им жарко, растут они в три раза медленнее обычных зеленых, хотя у меня обычной зеленой ритузы сейчас, наверное, нет в коллекции всей их, избавился, да, потому что место освобождаю под что-то более интересное, но вот эти все-таки держу. Ну, вот это растение будет уже не очень дорогое, потому что оно, в принципе, ну, относительно более-менее растет и деток дает, да, но все равно новичкам я их вообще крайне не рекомендую. Лучше любуйтесь на картинке, растите пока зеленые, учитесь, а потом дойдете до этого до всего. Просто даже обидно не в том, что там сейчас купить, да, имеешь деньги, там можно, ну, что угодно, а удержать всю эту фигню, вот в этом проблема. Потому что если ты выписываешься, откуда ты за границей, все равно все это доросло там, в тех условиях, в оранжереях, ты там не знаешь, что как было у человека, чем он там все это подкармливал, как держал, какие там гормоны, не гормоны, ла-ла-ла, еще что-то, тем более, кто там эти хозяйства, они все выгоняют, не жалею все это, барахла. И потом, когда ты сюда привозишь в нашу, да, темную страну, холодную, здесь уже все это, блин, самый тяжелый нам первые два года, это нужно адаптировать. Вот пока оно адаптируется, я рассказывал, как адаптировать суккуленты, как их очухивать, да, вот это время, конечно, проходит, самое гигантское, то есть ты можешь вообще ничего не делать, оно может просто стоять, у тебя сухое, типа должно там давать корни, жить, а оно берет и просто гниет, потому что, вот черт его знает, потому что у нас какие-то грибы в воздухе летают, какие-то споры, начинают развиваться, ой, тут вкусняшка им попалась, которая и так-то наладом дышит, потому что хлорофилла нет, иммунитета нет в растениях, и оно, блин, загибается. Поэтому вот это всегда, блин, очень стрёмно, такие растения покупать, и как бы вот. Я тут затарился тоже с санцами, сансиверий пестролистный, ну, давно хотел, просто уже, не знаю, лет пять на них смотрел, пингвикулы, всякие рариды, бананы, самые крутые, они и так медленно растут, зелёные, да, и не у всех есть, но пестролистный это вообще просто бомба. А они берут заразу и начинают каким-то грибом заболевать, ну, вот нихрена ей не помогает. А всякие антигребковые, противогрибковые, да, все эти фунгициды, ими обрабатываешь, даже семена и растим-то в три раза медленнее растут, то есть там явно что-то, какая-то задержка идёт. А создаёшь там, типа, идеальные условия, всё нормально вроде должно быть, а они берут и, не знаю, там, грибами всеми этими, блин, покрываются. Вот такая печалька. Поэтому, ребята, вообще варегатные растения, это всё тема уже для продвинутых людей. Вы, конечно, смотрите на все эти цветные фотки, но не гонитесь, мой вам совет, потому что бывает очень много просто красивых цветных растений. Они не варегатные, не пестролистные, но они цветные. Вот новички, посмотрите. Вот такой садик, да, он такой прикольный. Видите, сколько цветов? Красный какой-то, вот тут вот лиловый, тут какой-то мятно-красный, вот ещё там пурпузором такая вся алая торчит, вот тут эти все растения. Вот это всё дешёвое, вот это всё цветное. Если это качественно выращивать, как я вам рассказывал, посмотрите, пожалуйста, видео, всё это будет очень красиво у вас и клёво. Посмотрите, насколько оно красное, тут это ичеверин, дулозы. Они вообще вот шикардосные. В маленьком горшочке, видите, вот маленький горшочек, я вот к себе его. Он очень маленький. Но здесь вот это вот уже целая кучка этих ичеверин, она смотрится забавно. Новичкам очень советую вот какую-нибудь просто такую траву себе завести дешёвую, да, и прекрасно себе всё будет, у вас получится. Вот когда руку набьёте, будете гнаться за какими-то там супер-пупер растениями, уже всякими, не знаю, вот такими вот, где хлорофилы уже очень-очень мало. Потому что ребят вконтакте тоже, не знаю, девчонки пишут такие, ой, а вот это сколько стоит, а вот это сколько стоит. И видят цены потом, но, естественно, ребят, это всё выращивать очень сложно. Это сложно удержать. Ладно, хорошо, вы купили там растение за 300 долларов, но вы готовы рискнуть, что оно у вас там возьмёт, даже не приживётся, ничего не покажет. Если вы рискнули, не хотите, ну, не боитесь разочароваться, да, и это ваше не первое растение, ну, классно, всё супер, разводите, давайте будем дружить, объединяться. Но если эти ваши растения просто увидели, ой, какой оно офигенно, и решили заняться суккулентами, ну, и решили такие, ой, начнём с этого. Ну, нет, вы с этого точно не начнёте, не начинайте, потому что вы только разочаруетесь, реально, это растение, вот даже у продвинутых иногда они погибают, и ты просто нихрена не знаешь от чего. Потому что вроде всё делаешь там для него хорошо, но это просто такие растения. Поэтому их надо иметь там в запасе какая-то, да, и штука. Но даже их там где-то купить, это не так просто, на самом деле. А их ещё выходить, там, укоренить, чтобы это нормально развивалось, это ещё дополнительные свистопляски, где нужно тоже постоянно контролировать эти условия, то есть как-то развиваться. Я советую только уже продвинутым ребятам, кто уже более-менее почувствует силы, да, и что у него получается растить хотя бы какие-то простые виды. Так, что ещё показать? Вот у меня ещё котеледон есть пастролистный, очень прикольный. Вот такой котеледончик. Вот тоже растение интересное, да, он такой мохнатенький, называется «медвежьи лапки» или «чаушки», или его ещё «кошачьей лапкой» называют. Котеледон таментоза. Вот такой вот. Вот, видите, забавное растение. Ну, видите, вот тоже белый побег у него растёт. Вот это, конечно, если отрезать, это вообще не укорениться. Но у него очень забавно то, что он практически такой весь жёлтенький, да, и зелёного там мало. Бывает ещё форма вот этого у него, краешек листа жёлтенький, бывает с центром жёлтеньким. Это тоже такие, ну, разные формы пастролистности. Я всё пытался узнать, как же вывести это пастролистное растение, вообще любое, да, может быть, нужно заразить каким-то вирусом или что-то ещё такое, сложно сделать, какие-то лабораторные условия. Но у меня что-то пока в этом особо сильных подвижек нету, потому что кто что говорит, кто говорит, там надо постоянно перечеренковывать, вегетативно отрываешь, детку сажаешь, от этой детки вырастает детка, её отрываешь, сажаешь, и в шестом поколении этих деток куча, да, у тебя начинает там что-то проскакивать, потому что растение уже офигело от того, что так часто перечеренковывают, и начинает давать вот эти вот бесхлорофильные побеги. Но где правда, не знаю, честно говоря, мне вот байдой-то заниматься неохота, да, чтобы проверить, там, много лет потратить перечеренковать чего-то. Есть ещё такие прекрасные ребята в Голландии, да, фирма, которая называется Суккуленти Шакольчо, это разношение суккулентов к культурой ткани, лаборатория у них там, Роберт Виллинс, Тереза, прекрасные ребята, да, я у них закупал всякие хавортии пестролистные, в общем, это полная лажа. И кто у меня друзья в мире покупали, вот кто мы общаемся в сообществах закрытых, это всё полное дно, ребята, не верьте, потому что пестролистная хавортия Маугани не может стоить 300 евро. Ну, просто она не может стоить 300 евро, но я вам точно говорю, как человек, который был в Японии, который общался с селекционерами, с взрослыми, серьёзными дядями, у которых огромные теплицы, коллекции, это просто, они когда слышали, конечно, они падали с дуба, но и вот я покупал эти растения, потратил много-много денег, да, на всю эту фигню, всё это разнажать с культурой ткани, адаптируется это тут всё крайне сложно, то есть у меня процентов, не знаю, 20 погибло, что, в общем, для меня это нонсенс, потому что у меня семян вырастает на 90, это минимум из сеянцев, а здесь уже были растения 4-5 листьев, как бы они все задохлики были вытянуты, но я понимал, в принципе, на что я шёл, да, ну, блин, выживаемость не очень хорошая, ну, ладно, но с течением времени это всё начинает зеленеть, то есть ты покупаешь растение, оно типа жёлтенькое, да, там всё хорошо, каждый листик у него с пестриночкой идёт, всё красиво, но у тебя проходит год, растение вырастает, начинают расти новые листья, оно зеленеет, 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 и, в общем, пипец, оно у тебя становится абсолютно зелёное, ты покупал там даже за 300 евро растение, а у тебя растение, которое стоит там 5 евро, Ну вот, пожалуйста, то есть покупал всякие корректы у него, маугани И вот из этих, что я покупал, не знаю, там 30, может быть, 50 или 70 растений Сейчас точно не помню, то, что было 2 года назад Вот у меня сейчас пестролистные остались, может быть, штук, ну, 5 Вот 5, остальные все позеленели, и у них такие слабые полосочки видны Поэтому, ребята, из TC вся эта лажа, это все не верьте Там люди чисто вообще барыжат ради денег всей этой фигней Я не знаю, может быть, кому-то повезло больше, чем мне Потому что мне вот с семенами аденимов тоже не повезло, да Я сажал там тысячи пестролистных якобы семян, причем не здесь их покупал, у тех, кто их перепродает А покупал их там, у ребят, ну, с Индонезии, с Таиланда И нихрена здесь все это цвело обычной дичкой, ну, я не знаю Потом просто, когда этот процент 30 начал зацветать, я плюнул, начал их прививать То есть, что это в итоге, ну, как-то надежнее, да Ты знаешь, что ты готов там заплатить денег, но ты хочешь получить то, что ты хочешь получить За что ты платишь, а неизвестно чего, короче, который там позеленеет Ну, вот, не знаю Конечно, здесь, может быть, с этой СТС я не прав, да Что там все растения, как я уже сказал выше, может быть, они просто должны были там реверсировать Или чего-то там Но у них это не то, что там они просто тупо стали зеленые А у них полосочки-то остались, но они такие бледненькие-бледненькие Не знаю, в общем, может, мне просто не повезло, мой дурацкий опыт Вы меня не слушаете, вот, я, в общем, высказал просто свое мнение, свой опыт И вот так, мне, короче, не повезло с этой СТС И то, что я видел в Японии, я вам скажу, намного более устойчивые от пестролистной формы Да, они, эти хаворти, более жирные, совсем по-другому выглядят И в арегатности этой пестролистности она получается такая более дубовая Как, например, не знаю, вот покажу вам эту гастерию Вот вы видите гастерию, она просто такая зеленоватая, да, зеленовато-желтая Но вы видите, это четкие жирные полоски Вот детка идет, абсолютно у нее желтая Но детка это не жилет, понятно Но вот с этой стороны идет хорошая детка с полосочкой зеленой Это очень тоже редкая хавортия Ну, как вид, может, особо и не редкий армстронгий, да Но пестролистный армстронгий, в принципе, это очень редкая штука Растет она очень медленно Вот эту растению лет 5 уже, я вырастил с детки двух листов Вот так Поэтому, ну, мне она нравится, забавная такая штука Она и цветет, и сенец у меня есть с нее И пестролистный тоже среди них, очень тоже интересно Еще что, момент о чем, да Про посев семян пестролистных Я сейчас вижу, что там тоже кто-то что-то говорит Какие-то пестролистные семена Ну, может быть, мне вот товарищ тоже из Ирана Рассказывал, что они тут сеют там агавы кишакан пестролистные есть И они сеют, и плывут тысячами, сеют Это предприятие большое И у них вырастают там тоже пестролистные агавы Ну, там даже и 50% Но это отличный результат Просто вот по хавортиям могу сказать Я пылил специально пестролистные с пестролистными Из хавортий сходят прекрасно, но большая часть сенец у меня была белых Абсолютно бесхлорофильных Они пока в семечке есть питательное вещество Они выросли, а потом просто все погибли разом И сейчас, может, там парочка осталась Но есть и удачные моменты Некоторые пестролистные хаворти Там гибрид, например, лимефолий и кельмониорум Я очень хотел, стоил на кучу денег Я ее не купил, а в итоге опылил кельмониорум и свою пестролистную лимефолию И у меня теперь есть эти гибриды Там из, не знаю, 30 сенцев У меня получилось 2 пестролистных Они сейчас прекрасно растут Правда, небольшие, там показать особо нечего Но они стабильные, пестренькие, хорошенькие, мне нравятся Гастерии дают из, если пестролистную зеленой То процентов 10 пестролистной, там с какой-то полосочкой Если пестролистную гастерию с пестролистной гастерией Тогда получается где-то процент даже до 50 Вот у меня есть очень хороший посев Тоже пестролистный гастерий с жирными листьями, классные Вот, поэтому я надеюсь, что в будущем, конечно, разведу их И гибриды интересные сделаю, поэтому вот так прикольно Что еще показать? Что еще приготовим? Еще у меня есть, вот покажу вам, красула Все знают пестролистную красула, там денежное дерево, да Но вот эта красула более редкая, красула фальката Ну, в принципе, она зеленая, не редкая Но пестролистная редкая, ее прикольно вот увидеть Ну вот она, кстати, из листьев тоже мне надавала зеленых детей Поэтому можно сделать вывод, что пестролистность у нее вообще нестабильная Поэтому вот так, с пестролистными растениями, ребят, все непросто То есть, еще кто даже это знает То есть, продавцы, да, вот там ребята в Азии Я с ними общался, они и сами вот этих тонкостей каких-то ничего не понимают То есть, они могут говорить, да, да, варигат, это варигат Ты сюда привозишь, получаешь, и у тебя там непонятно ничего Не варигат, это какая-то фигня зеленая Или какую-то он там полосочку увидел, да Просто там растение, типа, обожглось, и он уже орет варигат В общем, тоже будьте бдительны и, пожалуйста, новички, не занимайтесь ерундой Не бегайте за этими варигатными растениями В любом случае, вот я тоже, мне они нравятся, да, у меня они в коллекции есть Но это все, в принципе, уже баловство Это уже вишенка на торт, когда есть все По мне, так намного более круче научиться качественно выращивать растения О чем я вам тоже много раз говорил И намного более интересно иметь какие-то растения, которые у тебя вот там Садик показывал, да, цветные, постоянно могут быть Именно в зависимости от твоего мастерства выращивания Если ты выращиваешь растения хорошо, у тебя они цветные, красивые, жирные, аккуратно выглядят Если ты выращиваешь растения хреновые, создаешь им плохие условия, что-то не то делаешь Они у тебя там тянутся и прочее Но вот с этими растениями, в отличие от пестролистных, они у вас так резко не сдохнут Вы всегда сможете сделать шаг назад, там, листьев нарвать каких-то деток и прочее И всегда там попробовать еще раз, да С пестролистными такой фигни не будет То есть пестролистные растения это уже что-то такое за гранью, грубо говоря Когда вы уже вырастили все, научились делать все, да Вот тогда можете развлекаться, баловаться, этим заниматься Ну, либо если вы двинутые, как и я, такие чуваки, которые прям уже все жить не могут Им надо все и сразу попробовать Ну, тогда, да, наверное, вам нужно то же самое делать Вот Но еще я тоже обсуждаю постоянно с ребятами, с друзьями какие-то варианты, да То есть мы спорим, там иногда пестролистные рулят или там зеленые рулят Но в итоге мы считаем, что по тем же хавортиям, например, рулят растения, которые цветные Вне зависимости от вообще там чего-либо, да, там времени года того же Потому что есть, например, хавортии-гибриды, которые белые постоянно То есть они зимой, летом там света меньше, больше Ты просто там немножко водой играешь, контролируешь полив Они у тебя все равно все белые, красивые, цветные, офигенные Или там красные, или розовые, или там с какими-то окнами чумовыми Ну, то есть растение всегда имеет офигенный внешний вид Вне зависимости, там есть у него хлорофилл, нет хлорофилла Вот Ну, вот, ребят, надеюсь, вам информация это поможет Вы разберетесь еще больше, почитайте, будете умнее меня Что такое пестролистные растения Напишите мне комментарии, где я какую-то фигню сказал Или наоборот что-то умное сказал И как вам это помогло В общем, заходите в группу ВКонтакте Подписывайтесь, добавляйтесь в друзья ВКонтакте Пока